всем привет дамы и господа с вами снова александр и сегодня я вам расскажу о кресле от компании ricara моделька называется кио это по большому счету первая категория но она немножечко так скажем расширенная потому что стандарт айсайз здесь используется и это кресло можно использовать с по большому счету с трех месяцев 60 сантиметров до 105 сантиметров и максимальный вес ребенка 18 килограмм кстати о стандарте айсайз сразу о безопасности скажу стандарт айсайз имеет очень высокую планочку требований безопасной перевозки детей в автомобиле если кресло его получает то ему смело можно доверять ребенка поэтому с безопасностью здесь все сделано очень хорошо здесь используется куча всяких фирменных технологий например таких как вот дополнительная боковая защита который нужно дополнительно активировать она называется адванс сайт протекшн эта система которая при боковом дтп гасит энергию удара активировать ее нужно со стороны двери со стороны салона это делать не обязательно также еще из фирменных технологий здесь используются интересные ремни запатентованные технологии hero она называется у рекара они соединены с подголовником и предотвращают это сама технология подразумевает что ремень не будет прокручиваться и он имеет на обратной стороне такой специальный материал нескользящий который не дает ребенку проскользнуть поэтому вот что касается безопасности давайте вот точку поставим здесь все очень очень хорошо давайте сразу о комфорте поговорим а потом обо всем остальном что касается комфорта первую очередь что нам интересно ткань посадка все такие вот фишки ткань в рекара всегда хорошая причем очень хорошая премиальная ткань она действительно очень качественная тактильно приятная не раздражает естественно гипоаллергенная тут все очень хорошо для лета здесь каркасе всем покажу сразу чтобы вы прям наглядно это видели вот здесь есть вот такие вот отверстия которые сделаны для того чтобы в каркасе создать своего рода такие воздушные каналы и создать тем самым микроклимат для ребенка здесь спинка и боковые части сделаны из дышащего материала сеточкой и соответственно спинка меньше приедет в общем с тканями здесь очень хорошо и кстати по подголовнику подголовник такой очень плюшевый мягенький и не из кандовых все очень хорошо с подголовником он реально приятный как подушечка такая что касается посадки давайте сразу о посадке поговорим потому что это тоже очень важный момент так как его можно использовать трех месяцев давайте так я вам и покажу сначала нам нужно его поставить против хода движения для этого и вот наклонил я его смотрите это угол наклона здесь нет сильно горизонтального положения потому что она не с рождения а с трех месяцев его можно использовать поэтому это максимальный угол наклона который есть ребенок подрос соответственно можно у нас вот так вот посадить ребеночка здесь есть специальная площадка такая ребро жесткости их называю она способствует для более плотной посадки ребенка и ножками есть туда ребенку упереться в общем это посадка у нас против хода движения снимаем разворачиваем ставим по ходу движения очень база изофикс хороша просто один щелчок и все никаких ремней ничего прекрасно так по наклону по ходу движения вот это тоже у нас максимальный угол наклона очень приличный наклон среди первой категории действительно прям очень хорошо так сейчас мы проверим у нас нет ограничения по положению насколько вижу и нет ограничений да это получается и по ходу движения мы можем использовать вот такой наклон можно посадить ребеночка но здесь нет такого 90 градусов посадки здесь всегда все равно с небольшим наклоном ну ребенок естественно пятиточечными ремнями пристегивается все классические понятно кстати интересный момент хочу про ремни вам сразу сказать потому что многие задают вопросы здесь сами ремешки вот это вот фиксаторы они не металлические тут металлическая прожилка но сами они пластиковые это сделано по той простой причине что особенно в жарких регионах через стекло кресло очень нагревается и металлические вот эти части они накаляются и когда вы сажаете ребенка его можно обжечь если в шортиках ну это реально так поэтому здесь пошли вот таким путем сама сама бляшка куда мы вставляем ремень не знаю бляшка это правильно название вот этот фиксатор соответственно тоже интересную конструкцию имеет но все время возвращается назад чтобы нам было удобно не искать его где-то сразу защелкивать в общем что касается комфорта эксплуатации в таких моментах мы с вами разобрались теперь давайте посмотрим как пользоваться база изофикс я сейчас сниму кресло и посмотрим с вами базу изофикс база изофикс это вот такая у нас площадочка на которую мы все это устанавливаем это база изофикс ремнем ее не пристегнуть поэтому наличие изофикса обязательно проверьте 99 автомобилях и стаун есть но все таки есть тот автомобиль где вы не бывает поэтому проверяйте и спереди на авто в автомобиле на переднем сиденье имею ввиду пассажирском тоже в 90 процентов случаях не бывает изофикса за редким исключением там кодиаки встречаются каен и там еще какие-то машины но это большая редкость поэтому имейте ввиду что скорее всего автомобили спереди изофикса нет так что ставим сзади вот что нам нужно чтобы поставить у нас здесь есть кнопочка вот такая вот нажимаем на нее изофикс у нас выезжает защелкиваем все задвигаем нам нужно упереть для жесткости базу к сиденью потом нужно опустить упор в пол чтобы он именно в пол уперся и на самой на самой базе у нас здесь есть четыре индикатора насколько все правильно мы сделали зафик защелкнулся зелененький подножка зелененьким загорится правильно стало сиденье опять зелененький общем но нужно следить чтобы все было зеленое тогда можно ехать вот собственно по базе все по большому счету здесь ничего сложного берем кресло против хода против хода по ходу по ходу устанавливаем и все вот по большому счету всю информацию которую хотел вам донести я вам донес мое мнение вам скажу что для меня это кресло себя представляет это такой знаете часть комбо комплекта вообще идеально конечно покупать и люльку аван базу и кресло кио это такой комплект для перевозки детей с рождения до 105 сантиметров ну грубо говоря до 4 лет а ну вот 105 сантиметров важный момент вот и вот в таком случае у нас получается все на изофиксы очень крутой первой группой очень крутой люлькой и а в совокупности все вместе это получается дешевле чем у конкурентов если так посчитать база чуть дешевле тоннете так плюс минус и получаем премиальный комплект но чуточку не выгоднее поэтому почему бы этим не пользоваться если вам нравится рекара почему бы ему она вам и не нравилось действительно очень хороший бренд я вообще признаюсь честно мне очень нравится рекара в два-три категории у них вообще шикарная посадка там вообще придраться не к чему поэтому я и рекомендую обратить внимание вам на этот бренд на модельку кио можете приехать магазин с ребеночком посадить пощупать посмотреть и убедиться словах которые я сказал в обзоре в том что кресло действительно достойно внимания выбор естественно как всегда за вами я думаю вы его правильно и сделаете в любом случае но я хочу лишь пожелать вам хорошего грамотного выбора кресла для вашего ребенка и всего доброго до свидания